Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня с Божьей помощью мы будем осуществлять исследование 10 главы этого послания. Экзегеты христианские так характеризуют эту главу. Не было такого места, где бы апостол сталкивался с большим противодействием со стороны лжеапостолов, чем в Коринфе. В этом городе у него было много врагов. Пусть служители Христовы не удивляются, подвергаясь опасности, исходящей не только от врагов, но и от лже-братьев. Ибо сам благословенный апостол пережил это. Несмотря на то, что он был безупречен в своем поведении, снисходил до каждого и каждому был полезен, находились все-таки люди, питавшие к нему враждебные чувства. Они завидовали ему и делали все возможное, чтобы навредить ему, ущемить его интересы и лишить авторитета. Теперь обзор этой главы. В этой главе апостол с кротостью и смирением отстаивает свою власть, проповедовать и наказывать согрешающих. Это с первого по шестой стих. Затем продолжает рассуждать с коринфянами, заявляя своей близости со Христом и утверждая свой авторитет как апостола Христова. С седьмого по одиннадцатый стих. Он отказывается оправдывать себя или действовать по правилам, каким прибегали лжеучители, но предпочитает держаться лучшего правила. Это с двенадцатого по восемнадцатый стих. Действительно, очень тяжело бывает переносить какие-то нападки, преследования от лже-братьев. Легче действительно терпеть от язычников, от людей других религий, чем нежели от собственных братьев, в которых мы хотим найти понимание, сочувствие и помощь, но вместо этого сталкиваемся с чем-то очень негативным. Поэтому слово Божие, сам апостол Павел, называет таких братьев лже-братьями. Обычно такие общины лже-братьев, они замыкаются на авторитете какого-то одного человека, и этот человек задает им тон для рассуждения. И если этот человек недоволен вами, он будет настраивать целое сообщество против вас. Есть такие закрытые в интернете сообщества, где полоскают других христиан. Если мы с этим сталкиваемся, надо бегом удаляться от таких людей, которые позволяют себе за глаза полоскать других людей, нападать на них. Потому что Господь установил порядок, как надо обличать брата, если мы имеем к нему что-то сказать. И совершенно очевидно, если мы этого не делаем, то мы оказываемся на положении лже-братьей. Итак, апостол Павел пишет в первом стихе «Я же Павел, который лично между вами скромен и заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». То есть он, да, он имеет власть, но он убеждает скротостью и снисхождением Христовым. А что такое снисхождение Христовым? Господь наш Иисус Христос – это истинный Бог, который снизошел до положения каждого из нас, став человеком и подобен нам во всем, как пишет Павел, кроме греха. Это создает для нас серьезный прецедент снисходить до каждого человека. И апостол Павел настаивает на этом, что если мы этого не делаем, это неправильно. Мы должны быть для иудея, как иудей, для эллина, как эллин, для беззаконного, как беззаконный, сам не чужд закона пред Христом, для всех – все, дабы привлечь ко Христу. Это тоже слова апостола Павла. И если Христос снизошел с небес, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной, то какую же жертвенность надо проявлять нам? Апостол Павел продолжает свое рассуждение. Мы читаем 2, 3, 4 стих. «Прошу, чтобы мне по пришествиям моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, ими не испровергаем замыслы». Здесь апостол Павел обращает внимание на то, что наше оружие, христианское оружие, это не плотское оружие. Служители не могут действовать с позиции насилия. Природа церкви разнится с природой государства. Да, государство — это аппарат насилия и принуждения, но в церкви совсем другие средства. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Ими, то есть этими смиренными деяниями, не испровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Давайте вспомним, какое все оружие Божие допустимо для христианина. Это послание к эфесянам, 6 глава, с 11 по 17 стих. Здесь первоверховный апостол Павел пишет, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все претерпев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чесла ваше истинною и облегшись в броню праведности». «И обувь ноги в готовность благоествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божие». Вот всеоружие Божие, которое только и можно применять в церкви и от лица церкви. И когда некоторые люди, которые впадают в какие-то конфликты с другими людьми, или с православными, или с неправославными, они прибегают к доносам, к стукачеству, пишут какие-то заявления в прокуратуру, позорят людей, скорее всего, эти люди к православию не имеют никакого отношения, потому что методы церкви и методы светской власти, они разнятся, и нам не надо подменять то, что нам и не нужно. И надо действовать всегда с позиции церковности, если мы люди церкви. И апостол Павел настаивает на том, он продолжает рассуждать с коринфянами, заявляя о своей близости со Христом и утверждая свой авторитет как апостола Христова. То есть он не самосвят, он не действует сам от себя. Конечно, такие претензии как бы имели некое основание по отношению к нему, потому что его встреча со Христом была духовным явлением, когда он шел из Иерусалима в Дамаск, и по-настоящему он был свидетелем этого события. А были апостолы, которых непосредственно призывал сам Христос во дни, когда Он жил среди нас в оплоти. Но апостол Павел ни в чем не уступает другим апостолам. И он пишет в 7 стих «На личность ли смотрите, кто уверен в себе, что Он Христов, тот сам по себе суди, что как Он Христов, так и мы Христовы». То есть не надо смотреть на личность, то есть судя по плоти. Вот этот худой, вот этот толстый, этот рыжий, этот чеченец, этот нерусский, этот кто-то еще, этот украинец, этот белорус, а этот американец окаянный. Нет, это совершенно недопустимо для христиан. Блаженной памяти Ирей Данил Сысоев пишет «Вы привыкли судить по видимости, вам нужно, чтобы был обязательно человек внешне выдающийся, вы считаете себя Христовыми, я тоже Христов, вы почувствуете, что я воюю с такими же, как и вы». Обвиняет Он клеветников, которые, прикрываясь Христом, силились разодрать церковь и хулили его самого. Отец Даниил перефразирует как бы слова Павла, чтобы они были нам более понятны. Далее он пишет «Чем соблазнились о Павле? Знаете, тем, что он был низенького роста, с красными глазами, кривыми ногами, лысиной, очень быстро бегал везде, такой был очень шустрый, голос у него был тихий, поэтому и помышляли, будто надо, чтобы тот, кто называет себя апостолом, был бы достойным, с длинной бородою, благобразным, а то маленький еврейчик бегает. Но когда он, Павел, начинал говорить, продолжает отец Даниил Сысоев, в его глазах появлялась некая сила, которая пленяла человека. «Видите, какое могущество у Павла было…» И здесь опять отец Даниил перефразирует слова Павла. «Да, если бы смотреть на меня только как на христианина, и тогда не следовало бы так говорить о мне, как бы замечает он». Конец цитаты. Далее апостол Павел пишет с 8 по 11 стих «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашою властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». То есть, если бы он прибегал бы к правам апостола, как старшего над епископами. Но это не его путь. Это не его путь. И он продолжает. 9 стих, 10 и ниже. «Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Вот так говорили об апостоле Павле. Павел отвечает этому человеку. «Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы на деле лично». То есть, ты думаешь, что только когда священник проповедует, он действует силой Божией, а так вообще в свободное время он непонятно как живет. «Мы верим так, как живем, и живем так, как мы верим». Это очень как бы взаимодополняющее начало. Ведь дела – это плоды на древе, которое называется вера. как Христос говорил, «По плодам их узнаете их», то есть узнаете их вероубеждение. Далее Павел отказывается оправдывать себя или действовать по правилам, каким прибегали лжеучители, но предпочитает держаться лучшего правила. Это с 12 по 18 стих. Лжеучители прибегали к чему? Они позорили Павла, они говорили о нем. В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. То есть, они уничижали его. Но апостол не может действовать таким образом. Однажды мне сказали, что есть там сообщество каких-то там религоведов, вот они всеми недовольны. Вот попробуйте, посмотрите на их закрытых страницах, что они пишут о других миссионерах. Ну, я посмотрел, там доставалось от них разным миссионерам, и мне в том числе. И кроме сочувствия к такому болезненному состоянию этих людей, я ничего не испытал. Потому что, если люди сводят дискуссии к тому, что они нападают именно на личность того или иного человека, то это обнаруживает их совершенную немощь и какую-то такую даже шизофреничную раздвоенность. Потому что для христианина недопустимо исповедовать одно, а на делах показывает совершенно другое. Апостол Павел продолжает с 12 стиха и ниже, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. То есть мы не хотим вести себя так, как они. Если собаки лают, ну что ж, нам тоже превращаться в собак. Если там шакалы рычат, что мы тоже должны рычать на кого-то? Конечно, нет. Павел пишет, «Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно, а мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». То есть во всем должна быть мера, когда мы говорим о нашем служении. Да, мы можем говорить с трепетом, но при этом соблюдаем меру. «Ибо мы», 14 стих, «не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовестием Христовым». То есть нам как бы и не надо доказывать что-то. Вы уже слышали от нас проповедь, Евангелие. Вы уже приняли эту проповедь. «Мы не без меры хвалимся», то есть во всем должна быть мера, «не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас у дел наш». То есть они думают о благосостоянии других, их похвалает радость о других значительно больше, чем о самих себе. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, то есть когда избыток у вас уже будет веры, мы пойдем и дальше проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. То есть зачем хвалиться чьими-то заслугами? Павел мог сказать, кого он обратил ко Христу. Любой миссионер может назвать людей, которых он привел в церковь, привел ко Христу. Но если он на этом останавливается, в этом есть серьезная опасность. Миссионер не может жить прошлыми успехами. Любой христианин не может жить прошлыми достижениями. Он должен всегда стремиться к новым горизонтам, то есть к обновлению обетов крещения. Это важно. Как Игнатий Богоносец, когда его уже везли на казнь в Рим, он писал «Я только становлюся оглашенным», то есть учеником. То есть христианин это тот, который готов все начать заново, с чистого белого листа, как бы перечеркнув все свои прежние заслуги. А хвалиться готовым, тем более в чужом уделе, на чужой канонической территории, это неправильно. «Хвалящийся, хвались о Господе». Это 17 стих и 18 стих. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». А как узнать, хвалит тебя Господь или нет? Если есть результаты в твоем служении, если есть люди, которые с благодарностью как бы одобряют твое служение, они нуждаются в нем, они хотят услышать больше назиданий от тебя, это значит, ты занимаешься своим делом. В блаженной памяти Ирей Данил Сысоев пишет, «Такая только похвала и есть настоящая похвала, прочная, неувидающая, ибо кто есть, хваляйся о Господе. Тот, кто говорит и чувствует, Господь для меня все, ни на кого не надеюсь, ни на что не опираюсь, Он один, моя надежда и мое утверждение, потому что не делаю великолиту или мало верую, что Господь делает то через меня, его тут мудрость, его сила». То есть не мы делаем, а Господь делает через нас, проявляя таким образом свою мудрость. «Как верую, так и исповедую, и перед всеми то возвещаю». Это очень важно, когда мы всячески уповаем на подаваемую от Господа помощь. человек может иметь дурные мотивации даже при совершении священнического служения. Очень важно определиться, какие мотивации есть у человека. Подлинный христианин, он не ищет своего, он ищет Божьего. И вот яркий пример тому, это Псалом 121-й, первый стих. Здесь сказано «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен». На самом деле в оригинале стоит другое слово. «Возрадовался я, когда сказали не мне, а обо мне». пойдем, то есть скоро в дом Господен. Что имеется в виду? Все израильтяне знали, что Давид очень хотел построить храм. Но Господь через пророков сказал ему, «Ты не построишь храма, ты очень много воевал и пролил много человеческой крови». При этом в книгах царей, в книгах царств говорится о том, что он вел воина Господня. Но любая кровь это не водится. И все видели в Давиде препятствие к тому, чтобы храм был построен и люди пошли бы в этот храм. И мы знаем из Библии, что храм был построен только после смерти царя Давида и его сыном Соломоном. Так вот, смотрите, о чем здесь. Когда Давид был старый, старый, он шел по улице Иерусалима, например, и люди видели, и они понимали, вот скоро он умрет, и тогда храм будет. Но как Давид на это реагирует? «Возрадовался я, когда сказали мне, то есть обо мне, пойдем, то есть скоро в дом Господен». Он все равно радовался. Его жизнь оказалась препятствием для построения храма, и он радовался с теми людьми, которые желали ему смерти, и говорили о нем, видя его старость, ветхость, пойдем, то есть скоро в дом Господен. Какое смирение проявлял этот человек? Поистине, помяни Господи царя Давида и всю кроту сего. Итак, сегодня отцы, братья и сестры, мы рассмотрели с вами 10 главу второго послания к Коринфянам. Если будем «Живый Господь позволит», то в следующий раз мы будем исследовать 11 главу этого же послания. Берегите себя и подписывайтесь на библейский портал Экзегет.